Сочи активизировали борьбу с зарплатами в конвертах. Рейды сейчас проходят по всем районам курорта. В сочинском аэропорту спели хором. Там прошел флешмоб в поддержку песенной Олимпиады. Трое сочинских врачей признаны лучшими в крае. Об этом стало известно на торжественном мероприятии ко дню медработника. В Сочи стартовали всекубанские игры по футболу. За кубок губернатора борются дворовые команды всех районов города. В Санкт-Петербурге открылся юбилейный международный форум. В северную столицу съехались бизнесмены из 60 стран. Всего более 10 тысяч участников. В их числе и делегация Краснодарского края. Освещают работу форума около 2000 иностранных и российских журналистов. Петербургский экономический форум сменил свою прописку. В этом году самолеты с участниками приземляются чуть ли не на саму площадку мероприятия. Павильоны экспоцентра буквально в 15 минутах езды от аэропорта Пулково. А место под выставочные пространства стало больше в 2,5 раза. Впрочем, увеличилась не просто площадь форума. С каждым годом растет и число участников. Тысячи бизнесменов из 65 стран мира, делегации из 74 регионов России, в том числе и Краснодарского края. Делегацию возглавляет губернатор Вениамин Кондратьев. К слову, у Кубани здесь есть свой стенд. Уже прошли первые переговоры. Мы видим заинтересованность по развитию сетей, в первую очередь торговых сетей на территории края, по развитию производств. Обсуждаем проекты в области биотехнологий, в области информационных технологий. Встречаемся с компаниями, готовы реализовать разработку программного обеспечения на территории края. Также запланировали ряд встреч с компаниями, планирующими размещение производств пищевых продуктов на территории нашего края. Вениамин Кондратьев сегодня принял участие в ключевых мероприятиях саммита. Глава края провел на форуме презентацию региональных промышленных парков. Краснодарский край на экономическом саммите представит проекты двух государственных промпарков. Это Восточная промзона в Краснодаре и Индустриальный парк в станице Павловской. Снести нельзя оставить. Опасный долгострой в Лобинске демонтировали по поручению губернатора. Заброшенное здание детского сада стояло в городе с 90-х годов. По словам жителей, подростки часто гуляли на площадке и получали там травмы. Сейчас расчищенную территорию огородили забором. Губернатор потребовал решить проблему бесхозного долгостроя в прошлом году, когда приезжал в Лобинск. Мы 10 лет говорим, что оно застыло в этом положении. Оно застыло в этом положении, потому что мы, власть в первую очередь и муниципальная, дала возможность этому долгострою застыть. Сделайте экспертизу. Насколько возможно, нам официально нужно заключение, что дальше строительство невозможно этого объекта. В этом случае, я полагаю, у вас есть основания, если обратиться к обсуду о сносе данного строения. На месте снесенного здания местные власти рассматривают варианты строительства многоэтажного дома для врачей. Просьбу людей после их обращения к губернатору выполнили и в станице Анапской. Анастасия Кульбякина на приеме у Вениамина Кондратьева попросила помочь в создании водоотводных сетей на одной из улиц. После этого ремонтники проложили 850 метров новых труб. Что нам удалось решить? Избавились от вони, от всего, то есть вот эти все нечистоты, которые плыли по улице, наружу. Особенно летом это вообще невозможно. Люди очень довольны. В Анапском водоканале заверили, что ни одному человеку не отказано в подключении к сетям. Лучших ученых Кубани чествовали в Краснодаре. Наградили лауреатов премии администрации края в области науки, образования и культуры. Дипломы и нагрудные знаки вручала вице-губернатор Анна Менькова. Знаки отличия получили 32 человека. Все они авторы публикаций, научных статей и книг. Губернатор края Вениамин Кондратьев лично поздравить лауреатов не смог. Сейчас он находится на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, но слова приветствия и поздравления передал. Ваши разработки, проекты многогранные и разнообразные, полностью соответствуют требованиям времени. Это крайне важно, так как сегодня ни одна сфера, включая науку, образование и культуру, не может существовать обособленно. Все они должны быть вовлечены в процесс жизни нашего региона, отвечать задачам развития края, настроению и запросам общества. Надеюсь, эта премия станет еще одним стимулом для вашей дальнейшей плодотворной деятельности. Лауреатов поздравила и вице-губернатор Анна Менькова. Она отметила, что именно эти люди и являются локомотивами экономики. Именно ваши проекты позволяют сегодня региону развиваться и делать шаги дальше. Дорогие друзья, от всего сердца благодарю вас за ваш труд, за то, что вы преданы своей профессии, за то, что вы двигаетесь дальше, за то, что вы занимаетесь наставничеством, воспитываете учеников и позволяете сегодня науке во всех сферах, абсолютно очень важных для региона, выйти на новый уровень. Авторы 15 лучших конкурсных работ сегодня получили премии по 100 тысяч рублей от администрации региона. Кроме того, на торжественном приеме вручили госнаграду и присвоили звание заслуженной изобретателем Российской Федерации, профессору технологического университета. А медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани второй степени получил профессор из аграрного вуза. Премия края в области науки, образования и культуры была учреждена 19 лет назад. За это время награды получили почти 700 лауреатов. Многие научные труды создавались коллективно. Елена Авсецина, телекомпания «ФКТ». В Сочи активизировали борьбу с зарплатами в конвертах. Реды сейчас проходят по всем районам курорта. И уже выявлены десятки предприятий, которые нарушают трудовое законодательство, не оформляют своих сотрудников, либо занижают число работников. И тем самым уходят от уплаты налогов. Каждый такой факт разбирают на заседании межведомственной комиссии. Ее заседание прошло сегодня. Представители мэрии, налоговой службы, соцзащиты, пенсионного фонда и полиции пока только беседовали с нарушителями трудового законодательства. Предприниматели также предупредили, в следующий раз придется отвечать по законам. А это штраф до 120 тысяч рублей за каждого неоформленного сотрудника. По данным мэрии, курорта чаще всего стараются уйти от налогов владельцы небольших отелей, гостевых домов, сезонных кафе и строительных компаний. В результате бюджет курорта недополучает средства, которые могли бы пойти на реализацию социальных программ или решение городских проблем. «Мы полагаем, что это очень существенная сумма, выражающаяся в недобираемых городах, прежде всего, налогу по НДФЛ и, соответственно, по пенсионному фонду. Суммы, пока это первое МВК в таком формате прошло, не хотим и называть. Посмотрим, что называется, по осени на результаты этого мероприятия. Но оценивается как несколько сотен миллионов рублей». По предварительным данным, в Сочи неофициально работает порядка 70 тысяч человек. Из-за этого бюджет курорта недополучает свыше 220 миллионов в виде налогов. Работодатели также проинформировали, что сейчас в Краснодарском крае минимальный размер оплаты труда в таких сферах, как строительство, гостиничный бизнес и общий ПИД – это 10 тысяч 450 рублей. Поэтому всем, кто заключил договора с работниками на меньшие суммы, необходимо заключить с сотрудниками ДОП-соглашение и выплатить недостающую разницу в зарплате и соответствующий налог. В Сочи сегодня состоялось очередное заседание городской антинаркотической комиссии. В городской администрации собрались представители различных ведомств, ответственные за контроль над наркоситуацией на курорте. Это второе в этом году заседание городской антинаркотической комиссии. Такое межведомственное совещание традиционно проводят в начале лета. В школах каникулы, но это не значит, что дети должны находиться без пристального внимания взрослых. Контроль за ними должен быть, напротив, усилен, отметили на совещании. Главная наша тема, чтобы мы регулировали все процессы, связанные с пребыванием наших детей. На открытых площадках, на площадках выездных, то есть где находятся наши дети. Особенно нас волнует, естественно, особо контролируемая категория детей. Это дети, которые состоят на всех видах учета. Помимо темы наркомании, говорили на совещании о проблеме алкоголизации населения. Зашла речь и о курении. В Сочи решено усилить рейды с целью уменьшить количество курящих в общественных местах. Также на совещании напомнили, что в Сочи работают телефоны доверия для тех, кто хочет избавиться от вредных зависимостей, либо столкнулся с такой ситуацией в семье. Номер бесплатного круглосуточного телефона – 8 800 2 122. Также о своих проблемах можно сообщить по телефону 261 20 79 с понедельника по пятницу до 17 часов. У сочинских хирургов прибавилась работа с наступлением школьных каникул и курортного сезона. Ежегодно лето у детских травматологов считается горячей порой, когда растет детский травматизм. Семилетняя София свой очередной день рождения встретила на больничной койке. Девочка приехала в Сочи с родителями на тренировочные сборы по фигурному катанию. Упала на льду, коньком поранила голову. Срочно потребовалась медицинская помощь. Из Олимпийского парка начинающую фигуристку доставили в детскую больницу. Мы очень благодарны врачам этой больницы, лечащим врачам, персоналу всему за высокий профессионализм, за такое отношение к больным, пациентам. Значит, все было сделано вовремя, квалифицировано, помощь оказана. Мы подняли нашего ребенка на ноги в течение короткого времени. Лето для сочинских врачей – горячая пора в прямом и переносном смысле. Население курорта увеличивается. Россияне стремятся привезти детей на отдых к морю. Местные школьники на каникулах порой остаются без присмотра взрослых. Если в межсезонье в медпункт обращаются не более 30 человек в сутки, то летом эта цифра увеличивается вдвое. Девять из десяти – это получаются ушибы, растяжения, небольшие раны, порезы, царапины. Вот так вот. Если брать из тяжелых, то, конечно, это дорожно-транспортное происшествие. Они сопровождаются тяжелыми повреждениями. Так называемая катотравма, падение с высоты, с опорных стен, даже бывает из окон. Мальчики получают травмы в три раза чаще, чем девочки. Травмоопасная зона – пляж. Подростки часто купаются в неположенных местах или ныряют в сбун. Порой такое лихачество заканчивается печально. При ударе одной или камень юные экстремалы получают переломы шеи или позвоночника. В таких случаях требуется экстренная диагностика на компьютерном томографе. Все тяжелые травмы сопровождаются либо переломами, либо кровоизлияниями, повреждением внутренних органов. Чтобы это оценить максимально быстро, нужен компьютерный томограф. Другие методы делают это либо медленнее, либо, скажем, задержка. Но в любом случае мы теряем время. В 2015 году в травматологическое отделение детской больницы обратились 15 тысяч юных пациентов. Лишь десятая часть из них оказалась на больничной койке. Остальные прошли лечение амбулаторно. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи проходит операция тонировка. Инспекторы ДПС выявляют автомобили, тонировка стекол которых не соответствует требованиям ГОСТа. С наступлением лета некоторые водители затонировали стекла своих автомобилей, что является грубым нарушением установленных требований. Поэтому в настоящее время сотрудники ГОСТа проводят комплекс рейдовых мероприятий на территории всего города. За последнее время выявлено более 4 тысяч подобных нарушений. Поэтому мы рекомендуем всем жителям и гостям нашего города устранить тонировку и ездить по правилам. А тем, кому мешает солнце, можно воспользоваться солнцезащитными очками. Проводится и профилактическая работа. Инспекторы объясняют водителям, что тонировка ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду или темное время суток, что может стать причиной ДТП. Разработана и специальная наглядная агитация, буклеты, наклейки, которые вручаются водителям. Напомню, что по ГОСТу лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, а в передние и боковые – не менее 70%. Светопропускание прочих стекол не нормируется. Допускается применять жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида. А в сочинском аэропорту сегодня пели хором. Там прошел флешмоб в поддержку всемирных хоровых игр. Напомню, они пройдут на курорте с 6 по 16 июля. Вокальная олимпиада соберет 12 тысяч ведущих исполнителей хорового пения со всех континентов. Аэропорт – место концентрации человеческих отношений. Здесь можно увидеть различные эмоции. Здесь и плачут, расставаясь с близкими, и радуются их возвращению. Особо приятным прием пассажиров был сегодня, когда в разгар рабочего дня неожиданно зазвучала волынка. После подключились и другие инструменты. Образовав небольшой ансамбль, играли профессиональные артисты. За певалами, конечно, были подготовленные участники флешмоба. К ним постепенно подключались пассажиры и гости аэропорта. Таким образом, участниками необычного музыкального зрелища стали сотни зрителей. Некоторые пассажири рейса из Москвы даже пустились в пляс. Конечно, неожиданно. Но очень легко и по-простому, очень дружелюбно. Необычное такое выступление, такая встреча неожиданная. Очень приятно. Ровно неделю назад подобный флешмоб прошел в городских автобусах. Пассажиры маршрутов, курсирующих по центру курорта, пели в караоке песни советского кинематографа. Такие акции проводятся в поддержку всемирных хоровых игр. Это очень крупное международное мероприятие. И то, что оно проводится сейчас здесь, в Сочи, это на самом деле очень большая гордость для нашего города. И, соответственно, мы должны понимать, что Сочи в очередной раз показывает статус международной столицы мероприятий. То есть, это и была цель – показать значимость. Представители Оргкомитета Всемирных Хоровых Игр также организовали вокальную эстафету, участником которой может стать абсолютно каждый. Для этого нужно воспользоваться в социальных сетях хэштегом «Душа поет». Организаторы уверяют – впереди еще немало сюрпризов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Более полутора сотен врачей за последние три года получили в Сочи новые квартиры. Эта программа продолжает активно работать и сегодня. Недавно собственными квадратными метрами обзавелась и главный акушер Сочинского оперинатального центра. Как живется медиком в новых условиях, расскажем в нашем следующем материале. Рабочий день в Сочинском оперинатальном центре сегодня начался не совсем обычно. Сотрудников роддома поздравляли с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Главная акушерка оперинатального центра Инна Кондратенко щедро раздает грамоты и подарки. В их работе важен труд каждого, и потому важно отметить всех, будь то врач или санитарка. Смысл работы – помочь другим. И, конечно же, поддержать имидж свой, чтобы мы были для тех, кто приходит, настоящей поддержкой, настоящими советниками. Потому что люди обращаются и просят – помогите. Инна Кондратенко в профессии больше 30 лет. Все годы проработала в Сочи. В ее трудовой книжке всего две записи – акушерка и главная акушерка. – Здравствуйте. – Написали уже, да? – Написали уже, готово. Сейчас подписи собирают. Работы у главной акушерки перинатального центра всегда много. Уделить внимание пациентам, организовать сотрудников, помочь молодым специалистам – да и бумажной работы хватает. Строгая, требовательная, справедливая, профессионал с большой буквы и просто хороший, душевный человек с отличным чувством юмора. Так говорят они и коллеги. И все это так важно в нелегком труде акушеров. Это человек, который действительно на своем месте, входит в положение каждого из сотрудников, готова прийти в любую минуту на помощь. И вообще как человек она очень приятный и добрый. Поэтому нам с ней работается легко и хорошо. После трудного рабочего дня Инна Кондратенко возвращается домой уже год, как в собственную квартиру. Жилье в так называемых волонтерских домах – это заслуженный подарок от главы города за годы, отданные сочинскому здравоохранению. Я очень благодарна, довольна. Документы были собраны очень быстро. Как-то такое было доброжелательное отношение. Это на самом деле так. Пришла, дали ключи, показали. Все к месту. И жилье, и дороги новые построенные, и работа любимая. Все рядом, все близко. И все кстати для нас. Инна Борисовна живет в квартире с мужем. Ремонт уже закончили, но обустраивать жилье продолжают. В их доме всегда много гостей. Родственники, коллеги – всегда желанные гости, рассказывает хозяйка квартиры. Кстати, таких же счастливых обладателей собственных квадратных метров из числа медиков с каждым годом в Сочи становится все больше. За последние три года город подарил врачам и медсестрам 160 новых квартир. В преддверии Дня медицинского работника глава города Анатолий Пахомов поздравил весь медперсонал Сочи с профессиональным праздником. В зале органной и камерной музыки состоялся торжественный прием главы города. Все, кто сегодня был приглашен на прием главы города в медицине не случайно. Среди них адлерский доктор Анна Кислая. С юных лет, можно сказать, я стала стремиться к этой профессии по стопам родителей, окружения ближнего. Начинала свое обучение в Саратовском государственном медицинском университете. В шестом году закончила и уже трудовой стаж у меня начался в городской больнице номер 6. Сейчас она именуется как краевая больница номер 4 Адлерского района, где работаю до сих пор. Любовь к профессии и медицинский долг поставили на ноги сотни людей. Сейчас в сочинскую отрасль здравоохранения влились новые кадры. Это высококвалифицированные специалисты. Их приглашают из других регионов страны. Город заинтересован в том, чтобы сочинская медицина была более востребована, чем прежде. И чтобы у местных жителей была возможность получить медицинские услуги в Сочи. Мы все сочинцы очень благодарны нашим врачам, медсестрам. И есть за что. И, конечно, за последние 5 лет произошли коренные изменения в отрасли здравоохранения. В лучшую сторону, конечно. Мы просто можем даже сказать, что это революционные изменения. Хочу врачам пожелать здоровья и пожелать, чтобы как можно меньше было больных. Сегодня врачам и медсестрам города были вручены грамоты и благодарственные письма Министерства здравоохранения Краснодарского края. Отмечены те медики, которые победили в краевом профессиональном конкурсе. В Сочи стартовал первый этап всекубанских игр по футболу. За кубок губернатора борются дворовые команды и воспитанники спортшкол со всех районов города. В центральном матче прошли на поле первой спортшколы. Расскажет Татьяна Говоркова. На торжественной церемонии открытия турнира собрались больше ста футболистов со всего центрального района. Разная возрастная категория не одинаков и уровень владения мячом. Команду детского футбольного центра, образовавшегося три месяца назад на одной из площадок по улице Виноградная, представляет 12-летний Ярослав Голубчиков. Футболом он занимается почти два года и знает цену каждому забитому голу. По выходным мы выходим, играем на площадке, тренируем наши навыки. К турниру мы очень хорошо готовились, у нас были усиленные тренировки. Желание победить в районном этапе есть у каждой команды. Только центральный район представляют 12 сборных. Достойно выступить на этом этапе значит получить возможность сразиться с лучшими игроками на городском турнире. В соревнованиях принимают участие все желающие команд микрорайонов, районов, домов. Количество команд не ограничено. Победители и команда, занявшая вторые места в данных мероприятиях, будут принимать участие в финальных районных соревнованиях данного мероприятия. Победители уже будут принимать участие непосредственно от каждого района в финальных городских соревнованиях на Кубок губернатора. Первые игровые матчи сегодня прошли на всех 145 игровых площадках города. С каждым годом их становится больше. Свой дворовой футбол показывают и сельские ребята. Ведь этот вид спорта в последнее время обрел большую популярность в городе. Уже более тысячи детей у нас футболом только в муниципальном центре занимается. Более 10 тысяч жителей города Сочи интересуются футболом. И к чемпионату мира мы знаем, что у нас будет построено три тренировочных поля, которые после проведения чемпионата мира будут переданы нашим же детям, нашим жителям, для того, чтобы они занимались футболом, чтобы они тренировались и показывали высокие результаты. Именно от результатов районных матчей по мини-футболу и будет зависеть, какие команды выйдут на городской этап. Он пройдет в середине июля. Затем лучшие футболисты представят свои муниципалитеты на зональном этапе, по завершению которого отправятся в Краснодар за главным трофеем – Кубком губернатора. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, отделочные материалы, двери, мебель, текстиль, сантехника и керамика. А все новости уже на нашем сайте – fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. Студией была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих Beauty Room Dals, студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи, под руководством ее основателя Дарьи Далс.